Здравствуйте, уважаемые родители. Мы продолжаем наши встречи и продолжаем разговор о прививках, о вакцинации ваших детей, о значимости, необходимости и осложнениях, которые могут вызывать прививки. Прежде чем мы перейдем уже к какой-то конкретике, я хочу вам сказать еще то, что действительно, исходя из ваших обращений, из ваших вопросов, действительно, вакцины, которые вводят детям, они разные, они разные по своей сложности, они разные по своей очистке и они разные по своим побочным эффектам. Поэтому все это необходимо учитывать при составлении календаря прививок. И у детей ослабленных, у детей из так называемой группы риска этот подход должен быть индивидуален. Мы с вами понимаем, что, должны понимать, что значимость прививок в современном мире, она определяется группой факторов. С одной стороны это состояние здоровья ребенка, с другой стороны это его окружение и эпидемическая угроза развития того или иного заболевания. Где-то это более значимо, где-то это менее значимо. И сейчас, пройдясь по вакцинам, которые прививаются, мы обговорим уже более конкретно. Я хочу вам объяснить следующий момент. Дело в том, что вакцина, она создается очень специфически. То есть, она направлена на выработку иммунитета против отдельно, конкретно взятого штамма вируса или бактерии. Ну, например, вы очень хорошо знаете такие прививки, они сезонные, они делаются и детям, и взрослым. Прививки против гриппа. И вот, посмотрите, что получается. Каждая вакцина направлена на профилактику конкретно одного вида гриппа. Если вам делают прививку против гриппа А, то она будет защищать только от гриппа А. Если от гриппа Б или от птичьего гриппа, то только вот этот конкретный штамм, этот конкретный тип вируса. На всех остальных эта прививка не действует. Здесь возникает очень интересная ситуация. Вы сделали прививки всей семьи от гриппа А, а кто-то принес вирус гриппа Б. И прививка не сработает, вы все заболеете. Ну, скажем, с очень большой вероятностью. Именно поэтому довольно часто бывает, что люди делают прививки, организм ослабляют и все равно болеют и большей части. Даже тяжелее, чем обычно. Почему? Потому что они сталкиваются с другим вирусом. И угадать, какой вирус придет в то или иное эпидемию, в то или иное сезонное увеличение заболеваемости, невозможно. Я не призываю вас отказываться повсеместно от прививок против гриппа. Я призываю вас проанализировать ситуацию и сделать правильные выводы. Именно поэтому не делают прививки, невозможно сделать прививки от многих заболеваний. Ну, например, от таких заболеваний, как ангина и скарлатина. Почему? Потому что эти заболевания вызываются с трептококком, у которого огромное количество модификаций, более 3000 видов. И на каждый вид нужна своя прививка. Предугадать, с каким видом столкнется организм и после чего он заболеет, невозможно. Поэтому невозможно, так же невозможно и привить человека от почти 3000 различных видов микроба. Соответственно, нужно сделать практически 3000 прививок, что никто никогда делать не будет. Поэтому прививка возможна только в случае, когда вирус или бактерия одного типа. Ну, например, как туберкулезная палочка, палочка Коха. Она одна, поэтому очень легко выработана вакцина. И она действительно защищает людей от развития туберкулеза. Точно так же невозможно привить, скажем, организм от стафилококковой инфекции. Поэтому мы понимаем, что от болезни, вызываемых стафилококком, прививка просто невозможна в связи с большим количеством модификации этого микроба. И вот, поняв эту ситуацию, мы с вами будем говорить о том, как вырабатывается иммунитет. Дело все в том, что за иммунный ответ, за реакцию организма на проникновение чужеродного микроба отвечают лимфоциты. И вот лимфоциты, реагируя на проникновение чужеродного микроба, борясь с ним и в конечном итоге побеждая, оставляют у себя генетическую память. И они помнят, с чем сталкивались когда-то, с какой инфекцией они сталкивались. Если эта инфекция, если этот микроб один и тот же, то ответ наступает очень быстро. Практически на уровне, ну вот, я часто провожу такую аналогию пограничного конфликта, когда, как только микроб вторгся за пределы организма, лимфоциты на него нападают, уничтожают очень быстро организм, практически не успевают почувствовать. А даже если немножко что-то чувствуют, это проявляется уровнем легкого недомогания или очень быстро проходящего какого-то нездоровья. Но зато в дальнейшем, при контакте с этим вирусом, с этим микробом, организм уже является защищенным. Лимфоциты это полный. И вот здесь выступает на первый план вопрос о том, насколько организм способен выдержать вакцинацию, выдержать введение того или иного препарата, содержащего вот именно эти бактерии или их токсины. И вот в зависимости от того, насколько эти токсины сильны и насколько организм слабый, в этой ситуации мы должны подумать и проанализировать в каждом конкретном случае. Когда мы говорим о вакцинации против туберкулеза, который делается на ранних этапах пребывания ребенка еще в роддоме, мы понимаем, что количество людей, больных туберкулезом или количество людей, носящих туберкулезную палочку, заболевших, просто являющимися носителями, очень велико. И вероятность столкновения ребенка с этой инфекцией очень большая. Понятно, что туберкулез, заболевание тяжелое, но не смертельное, но тем не менее проблема его заключается в том, что она развивается очень медленно. И поставить диагноз туберкулеза на ранних стадиях болезни очень затруднительно. Поэтому в этой ситуации действительно легче защитить, чем потом обследовать, лечить или подозревать, волноваться, что вдруг у ребенка начинается туберкулез, и запускать все обследования и так далее. А вот, например, следующая инфекция, от прививки, от которой стали делать в родильном доме, вызывает ряд вопросов. Это прививка от вируса гепатита В. И вот здесь нам нужно очень хорошо подумать, почему. Потому что вирус гепатита В попадает в организм человека через кровь. И вот здесь контакт ребенка с больными или носителями вируса гепатита В, он может случиться очень редко. Особенно если в семье ребенка, мама, папа, ближайшее окружение проверено и совершенно определенно не являются больными или носителями гепатита В, то думать о том, что ребенок может этим заболеть, это вариант достаточно редкий. Поэтому если есть какая-то проблема у ребенка, ребенок ослаблен, ребенок находится в группе риска, то к этому вопросу нужно подойти очень индивидуально. Кроме того, сегодня мы не будем углубляться дальше по заболеваниям и их прививкам. Об этом мы поговорим на нашей следующей встрече. А вот о том, что вакцины могут быть полноценные, а могут быть ослабленные, это я вам скажу сегодня. В каком смысле ослабленные? Ну, в смысле в том, что наиболее, скажем, тяжелый элемент этой вакцины может быть удален. Ну, например, с трех месяцев ребенку начинают введение вакцины, которая содержит антитела к таким инфекциям, как коклюш, дифтерия и столбняк. В этой инфекции, АКДС так называемая, в этой инфекции, в этой вакцине наиболее тяжелый компонент это вакцина, содержащая антитела к коклюшу. И вот здесь есть вариант введения ослабленной вакцины, которая защищает ребенка от дифтерии и от столбняка. Коклюшный компонент снят. Вакцина становится более легкой, и те осложнения, которые дает АКДС, вакцина так называемая АДС или АДС-М, М это модифицированная, ослабленная, она является меньшим риском для осложнений. Но надо понимать, что ребенок становится незащищенным от коклюша. А коклюшная палочка, она достаточно тяжело переносится детьми, ослабленными, и детьми, у которых есть риск развития патологии центральной нервной системы. Поэтому, опять же, мы с вами выбираем, мы с вами думаем, мы подходим индивидуально к ситуации. А что лучше, что безопаснее, поставить ребенка, скажем, рискнуть и защитить его от коклюша, или создать ему условия, когда он будет ограничен, особенно это касается детей первого года жизни, ограничен в общении с людьми со стороны, с людьми кашляющими, с людьми, которые есть малейшее подозрение на заболевание коклюшом. Причем хочу сказать, что коклюшом болеют не только дети, но и взрослые. Просто диагностируются гораздо реже. А заражают они очень даже хорошо. Вот если удается защитить ребенка от таких контактов, то можно подумать, есть ли смысл водить ребенку коклюшный компонент, рисковать и вызывать потенциально какие-то осложнения. То есть каждый раз, перед каждой прививкой, нужно хорошо подумать, нужно хорошо все взвесить. Можно посоветоваться с понимающими педиатрами, которые, ну скажем, проникаются этой проблемой, которые продумывают индивидуально подход к каждому ребенку. И в данном случае мы с вами возвращаемся опять же к тому постулату, к тому краеугольному камню, на котором мы, в общем-то, строим и свою помощь, и свои взгляды на вопросы охраны здоровья ребенка и его семьи. Этот краеугольный камень заключается в том, что все должно быть направлено исключительно на улучшение качества здоровья ребенка, на защиту его интересов, на защиту его здоровья. И вот исходя из этого, мы должны подходить к той проблеме, о которой мы говорим сегодня, именно о вакцинации. Еще раз повторяю, что нельзя огульно отрицать пользу прививок с одной стороны, и нельзя безоговорочно на ура принимать все, что рекомендуется делать, поскольку невозможно не учитывать индивидуальные особенности того или иного ребенка здесь и сейчас. И на этом наша сегодняшняя лекция заканчивается. Я надеюсь, что то, что я сказал, заставит вас задуматься, заставит вас лишний раз обратить внимание на то, что происходит с вашим малышом, лишний раз посмотреть, как он развивается, все ли у него в порядке. И если даже ваши подозрения окажутся беспочвенными, это не будет чем-то нехорошим или чем-то пьющим. И наоборот, это будет говорить о том, что вы хорошие и грамотные родители, что вы действительно задумываетесь над тем, как развивается ваш ребенок. Даже какие-то микросимптомы, они могут говорить о скрытой патологии. Естественно, чем раньше эта патология начинает лечиться, чем раньше специалисты начинают вашим ребенком работать, тем быстрее он встанет на ноги в прямом и переносном смысле, и тем здоровее он будет в будущем. Спасибо за внимание и берегите себя.